Всем привет! Подписывайтесь на мой YouTube канал Дом 2 с Глорией Рай. Ежедневно самые актуальные события телепроекта на 6 дней раньше эфиров. Не забывайте комментировать и ставить лайки. Вчера в городских квартирах проходили съемки очередного ток-шоу. Одна из тем – это Артемова и ее злость на коллектив. Все считают, что Саша вымещает обиды и злость на Женю через ребят на поляне. Женя Кузин на съемках отсутствовал. Он уехал домой подлечить нервишки после спектаклей «Бабы Шуры». Чтобы утешить Артемову Сашу, ей привели обеспеченного новичка, но, как всегда, обманули. Привели никому неизвестного даже в узких кругах города Тулы рэпера Вову, парню 24 года. Саша в шоке от такой подставы. Также на съемках ток-шоу обсуждался Должанский и его алкоголизм, который помешал им с Русланой успеть на рейс в Москва-Сейшелы. Хотя недавно Колян пообещал любимой не пить вообще до их с Русланой свадьбы. В итоге Николай Должанский попал на деньги. Мужчина просто-напросто пропил свой рейс на Сейшелы. Теперь Коля должен вернуть 120 тысяч рублей за билет ведущим проекта и 20 тысяч рублей отдать своей девушке Руслане за нарушение трезвого договора. В связи с этой ситуацией Руслана Мишина сообщила, «Я заслуживаю лучших отношений, теперь мы не пара, я свободна». А на Сейшелах Африкантова мама и Андрей Чуев делят влияние над Мариной. Никто не хочет уступать, мама на проекте остается надолго. Нас ожидает битва титанов. А Мариша да лампочки все эти битвы. Она продолжает радоваться жизни на Сейшелах. Ольга Рапунцель вчера добралась до острова и готовит бунгало для семейного гнездышка. Но на острове в ее голове созрел план. Девушка решила устроить проверку своему парню. Она договорилась с новенькой Викторией о том, что та попытается соблазнить Диму. Забегая вперед, скажу, что план был очень неудачным. Почему? Скоро узнаете. Катя Гужинская, которой дали сутки на охмурение Черкасова, вчера пошла ва-банк. Девушка сделала романтик, представ перед кавалером в нижнем белье. Андрей растаял перед прелестями молодой нимфы и согласился с ней на заселение. Но уже сегодня Черкасов решил, что ночь, проведенная в месте, не задалась. И объявил ребятам, что заселение было ошибкой. А участники проекта гадают, что это было. Возможно, Андрей просто был уставший после корпоратива, который он проводил накануне. Ведь в чарах молоденькой красотки Кужинской никто не сомневается. Илья Ябаров сообщил, собираюсь устроить гастрольный тур. Хочу, чтобы вы услышали все мои песни. Их у меня целых полтора альбома. Так что, любители шансона, приготовьтесь. Скоро будет у парня гастрольный тур. Глеб Жемчугов и Игорь Трегубенко отказались от предложения Андрея Чуева поделить миллион на свадьбу на троих, вне зависимости от того, кто из них выиграет в конкурсе. Вика Романец сообщила, что абсолютно готова к новым отношениям и очень хочет любиться. А на поляну вернулся Николас. Парень полон решимости возобновить отношения со своей бывшей девушкой Катей Король. Ради этого принципиальный парень согласен пойти на уступки и, наконец, разрешить Кате ходить по поляне в ее любимых откровенных нарядах. Единственный пункт негласного договора, который не подлежит обсуждению, это Кате обязана перестать ругаться и оскорблять коллектив, особенно мужчин, находящихся на проекте. На этом все. Спасибо за просмотр. Текст взят из тематических групп. Подписывайтесь на видео новости, ведь смотреть и слушать гораздо интереснее, чем просто читать. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok